Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не мечтал быть танкистом Я думаю, что в нашей области, друзья, есть люди, которые мечтают стать танкистами Молодые люди Участники турниров на радиоуправляемых танках «Стальная гвардия» Ну и, собственно говоря, прямо сейчас мы приглашаем в гости Владельца танка Да, владельца танка и крестного отца Идейного вдохновителя и основателя этого центра Центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев Максим, давайте к нам скорее Максим, здравствуйте Здравствуйте Ну, проект «Стальная гвардия» достаточно молодой Ему сколько? Ну, год-два, может быть? Год Мы начали в августе прошлого года Активно начали? Уже сотни, скорее всего, ребят Уже больше тысячи Уже больше тысячи поучаствовали в турнирах Ну вот, если подробнее, то вот в масштабах региона чего добился проект? Ну, это более 50 мероприятий проведено за этот период Больше тысячи подростков Даже, ну, там много Были турниры, где мы вели статистику Были городские мероприятия, на которых просто люди приходили и тестировали свои навыки На которых мы не вели статистику, не заполняли ведомости Интерес большой И мы видим интерес со стороны подростков И видим перспективы развития А вот, вроде, проект развивается так Он востребован, нравится детям, нравится взрослым А почему вы решили еще к помощи, там, грантов обратиться К проектам, там, Росмолодежи? Мы понимаем, что наша деятельность в рамках самой Тюмени Это, конечно, хорошо Но есть много подростков, детей не только в Тюмени В районах Тюменской области А также в регионах Уральского федерального округа Которым тоже это интересно и полезно было бы в этом поучаствовать Поэтому мы обратились за федеральной поддержкой и получили ее Вот, в частности, грант фонда президентских грантов Мы благодарны им за эту поддержку В рамках Тюменской области Будут не просто проведены мероприятия, будут созданы секции конкретно И закупленное оборудование будет передано в эти секции В частности, в скором времени, вот, первая секция будет открыта В Тюменском районе, село Каскара У нас есть уже представитель, который занимается допризывной подготовкой с подростками Очень активный, очень грамотный И мы готовы ему передать оборудование, обучить И запустить уже работу этой секции на территории Тюменского района Слушайте, а вы считаете, что вот это вот не просто игра, а допризывная подготовка? У нас даже слоган такой есть Это вам не игрушки Это важный профориентационный проект Знаете, в чем особенность? Хотелось бы узнать, да, потому что мы же не к танковому биатлону, да, готовим детей-то по большому счету? Мы готовим их и рассказываем о профессии будущего В Сколково был разработан атлас новых профессий И туда вошла такая профессия, как оператор автоматических транспортных систем Это профессия будущего Есть доктрина Министерства обороны, которая гласит, что определенное количество техники к 2025 году должно быть переведено на дистанционное управление И сейчас уже надо заниматься подготовкой и поиском этих кадров То есть они сейчас маленькие вот этот танк гоняют, да, а потом точно так же только будут большими управлять? Ну не только танки, это дроны, да? Это не только Министерство обороны, гражданское Это практика началась МЧС Помните, доставка пиццы с помощью квадрокоптера Доставка пиццы с помощью танков Вот это, мне кажется, вообще будет востребовано Хорошо, вот смотрите, проект, вы уже упомянули Выходит за пределы Тюменской области, да? То есть в нескольких регионах Уральского федерального округа он будет реализовываться Да и статус, наверное, поменяется, да? Это уже межрегиональный будет проект Да, да, да Он будет реализовываться, начнет... Но он уже начал пилотно, мы его провели в Курганской области Основная работа начнется осенью, конечно Это будет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи В четырех регионах Уральского округа Это Курганская, Свердловская, Челябинская и опять же Тюменская область Мы в четырех регионах проведем большое количество турниров У нас есть партнеры во всех этих регионах Которые мы потом передадим это оборудование И они продолжат эту деятельность То есть наша задача запустить, обучить, настроить И потом уже давать определенную административную, методическую, информационную поддержку Чтобы уже это развивалось без нас А мы занялись продвижением в других регионах А кто будет учить? Просто... И вас-то на всех не хватит? Да, вас же на всех не хватит Вот как раз сейчас в рамках тех мероприятий, которых мы проводим и ездим сами Мы ищем и уже у нас есть люди Которые вместе с нами проходят практически навыки Получают в рамках этих мероприятий И обучаются, как проводить это все грамотно 17 августа я полечу в Москву Чтобы уже получить сертификацию конкретную у Федерации танкомодельного спорта Чтобы уже можно было более серьезно заниматься обучением и подготовкой Потому что да, действительно, я не могу все время ездить Это нереально Поэтому наша задача именно найти единомышленников Единственных людей, которые готовы к нам присоединиться И я приглашаю к нам вот обращаться, не стесняться Нас мы запустили в тестовом режиме сайт стальнаягвардия.рф Там есть мои прямые контакты Пишите, звоните А это обращение сейчас к кому? По возрасту ограничения? Это обращение к тем людям, в первую очередь Которые занимаются допризывной подготовкой подростков Которые уже ведут свои секции И это может быть новое направление работы Их клубов, их секций, я считаю Либо просто люди, которым интересны технические виды спорта А вот вы сказали, что федерация танка Федерация танкомодельного спорта Располагается в Москве Это те люди, которые придумали правила По которым мы сейчас проводим все эти мероприятия И которые занимаются активно продвижением И мы хотим, чтобы это стало официальным видом спорта И мы работаем над этим А Министерство обороны говорит, отличная идея или молчит? Пока у нас, мы не можем найти пока что общий язык Что присматриваются, наверное, к вам еще смотрят? Скажем так, в прошлом году Министерство обороны Начало проводить соревнования, которые очень похожи на наши соревнования И они проводят их на роботизированной технике И мы предполагаем, что в ближайшее время появится новая военно-отчетная специальность И Министерство обороны задумается Либо через систему ДОСАВ Либо, я надеюсь, мы тоже с ними пообщаемся и будем готовить Сейчас мы по факту ищем, мы рассказываем об этой профессии Мы ищем тех людей, которым завтра, когда понадобятся эти кадры Будет интересно в первую очередь То есть мы скажем, вот, мы уже знаем тех, у кого хорошо получается И вот тут давайте мы вернемся в границу Тюменской области Скольких ребят ежегодно вы планируете привлекать к участию в турнирах? Ну, в этом году не менее тысячи подростков у нас примут участие Мы постараемся, чтобы это было больше в рамках Тюменской области Не менее пяти тысячи это будет в рамках Уральского федерального округа И, ну, мы надеемся запустить эту волну, передать оборудование Их будет больше, больше и больше, соответственно, чтобы они проводили А мы хотим, знаете, вам, Максим, еще идейку такую подкинуть Да, пожалуйста Вот помните, раньше в школах были там судомодельные, агромодельные О, да, это было очень популярно А что если, ну, не знаю, в перспективе, ну, помечтаем, да? Тогда ведь ребята выходили на соревнования с той техникой, которую своими руками делали И они сами этот танк сделали, сами его модернизировали Здесь же, опять же, определенные навыки человек получает, да? Мы об этом, конечно, думали и уже общались у нас в Тюмене с Фабблатом Мы-то думали, мы тут не очковали Тюменского госуниверситета, который как раз и предлагали А давайте будем делать так, чтобы мы сами делали Это будет следующий этап И да, здесь уже инженерные навыки, возможно, будут интересны Не просто радиоуправление Да, это будет следующий этап Мы постепенно все это делаем Вообще-то дорогое удовольствие турнир вот с такими машинами Организация там В данном случае, да, есть определенные затраты на закупку материально-технических средств Наградная продукция Но сейчас много средств у нас уходит именно проезд проживания, питания, то есть наши переезды Когда мы сможем это на местах настроить, передать оборудование То, конечно, эти затраты будут сведены к себестоимости, допустим, закупки наград определенных и починки Потому что, ну, в любом случае, эта техника, она ломается Тогда это будет намного меньше, конечно, затратов Пока грантов хватает А в следующем году можно будет участвовать снова? Не запрещено Мы можем говорить о масштабировании О том, чтобы введение новых возможностей Допустим, о том, что они начнут уже конструировать эти танки Это уже другие задачи мы будем решать Это возможно Плюс нам, вы, наверное, знаете Недавно президент Российской Федерации подписал указ Указ о том, что следующий год это будет год памяти и славы Год 75-летия победы Мы бы хотели сделать этот проект не просто профориентационным Но внести в него долю историко-патриотического направления В 43-м году на Урале было сформировано Уральский добровольческий танковый корпус Этот танковый корпус был построен на деньги трудящихся Более 200 танков, 400 единиц техники было построено на деньги трудящихся Более 100 тысяч заявок было подано И люди просились в этот танковый корпус Но было отобрано меньше, чем, ну, 10 плюс, 12 тысяч, по-моему, человек И этот танковый корпус дошел до Берлина Через три месяца после его формирования он стал гвардейским И об этом подвиге уральцев мы хотим рассказывать тоже В том числе, используя эту технику Вот смотрите, позавчера мы здесь с Григорием Кудашом Как раз говорили, поднимали тему Якобы излишней милитаризации общества Есть такие мнения сегодня Вот вы на этот счет что думаете? Я не думаю, что, знаете, вот в наших турнирах, опять же Принимают участие кто хочет Девчонки принимают участие? И девчонки тоже То есть мы же не говорим, все должны принять участие Это неправильно Вообще наши турниры, вся наша деятельность И большинство тех, кто занимается военной патриотикой Мы же предлагаем принять участие Они сами выбирают Готовы, не готовы Да, у нас и девочки участвуют И здесь я не вижу гендерного, там, определенного различия Что должны там только такие или такие участвовать В 49-й гимназии города Тюмени победила девочка И она замечательна просто У нее вот есть, есть кому дано, есть кому не дано Здесь не важно на самом деле, мальчик ты или девочка А вот вы говорили об особых мероприятиях В следующем году, приуроченных к юбилею Победы Какая-то, вот есть мечта такая заветная Ну да, у нас есть Мысля какая-то такая Есть, конечно, мечта провести самое главное мероприятие В Парке Победы В музее Парк Победы на Поклонной горе В Москве Я в этом году был в музее танка Т-34 9 мая И потом заезжал в Парк Победы И видел, сколько людей туда приезжает со всей страны Ну, конечно, максимальное привлечение внимания К нашему хобби сейчас Я надеюсь, что это станет спортом Может быть, когда вот это будет, ну, такое сакральное место Это сердце нашей Родины Если мы там это проведем на должном уровне С трансляцией на всю страну Символично в 75-летие Победы Это наша мечта, и мы к этому идем И уже определенные шаги сделаны И мы надеемся, что в скором времени мы сможем об этом сказать официально Что кое-какие договоренности уже имеем Пальчики, чтобы все получилось Спасибо, спасибо большое Спасибо, пусть все получится Да, я не мечтал быть танкистом Но потому что я мастерил корабли тогда И каждую весну отправлял их в плавание По многочисленным ручьям, лужам Продолжим эту тему через мгновение Не переключайтесь Смотрите далее Маленьким кораблям большое плавание Как в Тюмени развивается судомоделир Попутного ветра и пьедестал почета юным тюменским судомоделистам Накануне ребята вернулись с Кубка Урала Где выступили весьма достойно Что, впрочем, неудивительно На базе 27-й школы кружок судомоделирования Существует уже 13 лет О том, как воссоздают уменьшенные копии боевых кораблей И испытывают их практически в полевых условиях Наш следующий сюжет Эти школьники знают, как стать капитаном корабля Нисходя с берега, круиз по тюменским водоемам Своим радиоуправляемым моделям Ребята устраивают раз в неделю Сегодня тренировка перед очередными соревнованиями Соблюдаем дистанцию Не петляем Стараться ровно держать За 6 минут эти скоростные модели должны пройти как можно больше кругов На этой модели новичкам очень сложно Так как она очень быстрая И ей надо будет очень ловко управлять У этой модели около 70 узлов Она была победительницей на московских соревнованиях Но каким бы стойким ни было судно Ни один морской бой не обходится без потерь А эти корабли более серьезного уровня Уменьшенную в 50 раз копию корабля гидрограф Иван Куликов собирал 6 месяцев Брался просто деревянный брусок Из него делались очертания корпуса Потом мы его обклеивали рейками и сверху шпаклевали Вот Потом соответственно ставили мотор Там сервопривод Это для того чтобы осуществлялся поворот И делали настройки А над созданием этого боевого ракетного катера Трудился Артур Никитин Кропотливо работал над ним практически год Например зенитные орудия тут изготавливались около недели Ограждение делалось из проволоки Кстати первый двухракетный катер был собран в СССР в 1960 году А позже в Израиле В этой стране кстати судно и получило первое применение в бою К счастью на тюменских водоемах Маленькие корабли плывут с миром И помогают юным судомоделистам развить инженерные навыки и мышление Первые навыки это отработка аппаратуры Владение аппаратурой Чтобы они умели правильно держать аппаратуру Правильно нажимать рычаги Сегодня 30 ребят посещают судомодельный кружок при 27 школе В новом учебном году их ждет приятный сюрприз После ремонта в учебном учреждении появится настоящая лаборатория с бассейном Смотрите далее В одной упряжке к одной цели Большие перспективы ездового спорта в Тюмени Езда на собачьих упряжках Раньше она была жизненно необходима для коренных народов Севера Сегодня на смену собакам пришла техника И поездки перешли в разряд развлечений Но не только Еще и в разряд спорта В котором тюменские спортсмены показывают достойные результаты Но то ли еще будет останавливаться на достигнутом Как известно, это вообще не по спортивному Поэтому они и не будут останавливаться О перспективах развития ездового спорта в регионе Поговорим с членом Тюменской региональной общественной организации Федерации ездового спорта Судьей первой категории Ольгой Фатеевой Ольга, здравствуйте Присаживайтесь к нам Присаживайтесь Летом-то ваши четвероногие спортсмены тоже в отпуске отдыхают? В отпуске? На каникулы? Или нет? Нет, ни в коем случае нет Тренируются? Тренируются, да А как? Летом ничего не запряжешь? Либо рано утром, либо поздно вечером Когда уже более-менее прохладно Тогда проходят тренировки Просто бегают, да? Или все-таки? Просто бегают, запрягаются Запрягают, я хотел Запрягают, колесные дисциплины летом существуют А, то есть такие тележечки, да? Да Запрягается упряжка 6-8 собак в карт Называется тележка карт 4 или 3 колеса Также существует бейкджоринг Это велосипед Когда собака тянет велосипедиста, да Скутер Дисциплина скутера Одна-две собаки существуют летом Это когда, скажем так Всем известный самокат Только в больших размерах Да, то есть у него колеса, как у велосипеда Ну все, тренируются, значит Ну и, конечно, каникрос Дисциплина каникроса Когда человек бежит вместе с собакой Понятно Серьезным теперь Давайте теперь мы перенесемся в 16-й год Когда федерация издового спорта Тюменской области была создана Вот И потом пошло-поехало За три года у нас выросло несколько чемпионов И призеров чемпионатов и Кубков России, правильно? Да, совершенно верно Вот в чем секрет такого, можно сказать, успешного старта, да? Ну, наверное, самое главное Это желание работать, развивать Ездовой спорт не только у нас в Тюмени, но и в России Нужно же было иметь еще какой-то опыт Чтобы на соревнованиях завоевывать призы Ну, до 16-го года, конечно, было сделано очень много Мы ездили и участвовали в различных соревнованиях, семинарах То есть это постоянно было обучение Да, перенимали практику от других спортсменов Которые же, ну, скажем, в Москве, в Питере Занимались этим спортом намного раньше И сколько спортсменов сейчас в федерации состоит? Ну, сейчас, наверное, уже более 70 Даже ближе к 100 У нас в отделении есть в городе Ишиме Работает, да, кинологический центр «Тандем» То есть под руководством Максима Мамухина А вот 70, я прошу прощения, что перебила 70 спортсменов Мы имеем в виду людей или имеем в виду животных? Людей, людей, людей А животных сколько? А животных, ну, это более сотни То есть даже, наверное, 150 В каких дисциплинах наши традиционно сильны? Ну, зимой это традиционно упряжка, конечно 6-8 собак в спринтах и на длинные дистанции И на средние дистанции Сейчас, вот в этом году появились хорошие лыжники Я думаю, что в следующем году мы достигнем И результатов в этой дисциплине Летом это упряжки 6-8 собак И байкджоринг Ведь при этом в Тюмени, в области же Нету ни трассы специально, ни стадиона, ничего То есть как живаться? Большой спортивный, можно сказать, нет Есть какие-то планы на развитие? Ну, да, сейчас, в принципе, база у нас, скажем так Условно находится у нас в питомнике, скажем так Трасса тоже, только вот то, что у нас имеется Небольшая, раньше был круг 5 километров Сейчас осталось 2 600 И то, там уже сейчас ведутся строительные работы А планы-то какие-то есть? А в планах, да, планируется, ведется работа Переговоры с департаментом области по физической культуре, спорту С администрацией города Чтобы нам построили, выделили трассу В двух районах Это лесной массив Войновки Где наиболее, как бы, удобно для нас Там питомник рядышком Да, то есть там питомник Это более целесообразно И сейчас второй вариант Это район Гилевская роща Если трассу построим Какого уровня соревнований на ней можно будет проводить? Ну, я думаю, что вплоть до чемпионатов России Этапов Кубка России Это спокойно можно проводить Мы знаем, что у вас есть идея В 2020 году провести чемпионат Уральско-федерального округа, да? Да Это такой первый, можно сказать В России таких чемпионатов нет, да? Региональных Нет, нет, это будет первый такой чемпионат Он будет уже, точно? Ну, я думаю, что будет Потому что департамент также нас поддержал Поддержали? Да Было направлено письмо в Федерацию России Что они нас поддержали Разработано положение Все это отправлено в Москву На согласование и доработку Ага Ну, хорошо Это было бы здорово, если бы он состоялся Потому что там еще и шажок И чемпионат России можно будет проводить Да, конечно Мы же сейчас еще пишем, допустим Президентский грант Чтобы нам на покупку оборудования Для проведения данных соревнований И для того, чтобы проводить Ну, выйти на новый уровень этих соревнований То есть это тоже немаловажно Вот хотелось бы еще вернуться к спортсменам О двух ногах и о четырех ногах Да, вот люди, которые занимаются этим спортом Это кто люди? Они у них есть основное место работы? А это в свободное от работы время? Или это вот прямо профессиональный спорт, друзья? Ну, большей частью, конечно, люди работают И параллельно занимаются спортом Есть там отдельно, ну, может, буквально единицы Чисто спортсмены, которые занимаются именно спортом Ну, все мы уже, большая часть взрослые люди Всем нужно работать А ездовой спорт, он только требует вложений То есть никаких прибыли он не приносит А собаки-то, четвероногие спортсмены Это кто они? Откуда родом? Какой породы? Ну, традиционно все считают, что это сибирские хаски у нас ездовые Или маломуты Или маломуты, да И, в принципе, все спортсмены начинают именно с этих пород Но сейчас, когда ты входишь в этот спорт Ты понимаешь, что они немножечко медленные для того Чтобы показывать хорошие результаты на уровне России и мира И большая часть переходит на спортивных собак Которые разводятся в Европе А у нас их нельзя разводить? У нас сейчас начался развод в Москве, в Питере Но они также посещают, допустим, для хорошего помета Европу Смотрите, вот вы Сне автомобиля, простите Ну, около тысячи евро стоит Хороший спортсмен, бурак стоит Конечно Скажите, пожалуйста, молодое поколение Как-то привлекаете детей к этой работе? Растите ли маленьких спортсменов потом, чтобы они стали уже... Да, обязательно У нас как-то, знаете, спонтанно в этом году получилось Точнее, в прошлом Дети катались И вот девочки захотели заниматься именно этим спортом И пришли к нам Сказали, нет, мы будем приходить и заниматься И постепенно у нас сейчас ходит около 15 детей А сколько за это платить нужно? Все пока бесплатно Бесплатно? То есть надо пользоваться моментом, друзья Бесплатно Вам дают возможность стать великим спортсменом Да, детям чуть добрее Потому что мы знаем, что общение с животными Общаться с животными не смогут плохие люди Это правда, да Я бы еще хотел к объекту вернуться, который, я надеюсь, все-таки построят у нас Да, это трасса Вот как ее планируется использовать потом в будущем? Только спортсмены могут ей? Или просто же... Чтобы не простаивало, да? Можно с собачкой чуть-чуть побегать? Ну, побег... Так, а почему бы нет? Трасса нужна же не только для проведения соревнований Она нужна для тренировок спортсменов Для безопасных тренировок Проблема в чем состоит? Что мы не можем куда-то выйти в официальные Где вот трассы лыжников, допустим Потому что это травмоопасно Иногда собака, хорошая собака Бежит около двух минут на километр И представьте, на такой скорости выйдет мама с коляской Или лыжник простой То есть это будет очень опасно И можно и так и любителям ведь использовать Те, которые любят собак, не готовы заниматься спортом Но готовы потренироваться вместе со своим питомцем и любимцем И еще трассы, конечно, они нужны для проведения тренировочных стартов Это немаловажно Потому что когда ты тренируешься один со своей собакой Или когда, например, у тебя уже есть, скажем, имитация старта То есть это очень важно для собак Ну, давай пожелаем, чтобы получилось Конечно Конечно, нам нужна область и нужна такая трасса Тем более, что польза-то сплошная и деткам, и взрослым И это зрелищно, это красиво, это полезно Успехов вам! Спасибо большое! Спасибо! Человек, собаки, друг, да? Помнишь? Да, это знают все вокруг Да, если собака ездовая, то кто? Получается, друг, товарищ и партнер, коллега, соратник Соратник, почему нет, можно, наверное, и так сказать В команде работают, все понятно Как мы прямо с тобой в команде работаем Дружно работаем Мы товарищ Коля, товарищ Дима Помнишь этот анекдот? Ну, проще, мы сейчас не в юмористическую будем Дружно все-таки закончить программу Потом разберемся Ну, отлично пятница всем друзьям Пока Дружных выходных Дружба с перебор какой-то вышла А все равно дружных выходных Дружно Ладно Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»